Ты в местилище душ Ты в плод православный, защищая страну от нападок лихих. Сколько видела ты колобродства в народе, сколько выпила слез и страданий снесла, как высоко парила в орлином полете, мудрость Божию в хаос земной принесла. Как баранки столетия на себя нанизала, в чистоте сохранила ты русский язык, красоту человека, как знамя подняла, чтоб очистить заиленный сердце родник. Как же нам оценить твое место меж нами? Православная церковь, учащая жить. Мы тобой рождены, от тебя отпадали, и тобою должны больше всех дорожить. Богатый духовный мир он облекает в поэтическую форму. Курский священник Аркадий Лукьянов пишет стихи. В них стремление от суетного к вечному, от лжи к правде, от тьмы к свету. Каждое произведение – это обращение к человеку, который сбился с жизненного пути. Доброе наставление батюшки, яркая, живая проповедь, которая вдохновляет и открывает новые грани веры и благочестия. Прости, Господь, того, кто жизнь свою не понял. Прости, Господь, того, кто не узнал тебя. Прости, Господь, того, кто долг свой не исполнил, творение твое, сгубившее себя. Его стихи читают не только православные куряне, но и люди, которые находятся далеко за оградой Святой Церкви. Протеерей Аркадий Лукьянов служит в старинном курском храме Пресвятой Троицы. Всегда внимательно следит за событиями и духовными процессами в современном мире и откликается на них в своих обличительных стихах, порой очень ярких и эмоциональных. Учителя влагали в нас уроки прошлого и то же. Все как один, один как все, калибр прокрустовая ложа. Заученные постулаты, как сабли острые, разят. И слово делом подтверждают. И неприятностью грозят. Пример от них простой по слову. В сознание вбивает клин. Гляди, вокруг идут все в ногу, а вот не в ногу ты один. Весной вышла аудиокнига отца Аркадия «И был вечер, и было утро». Каждая строчка, живое слово. Обращение автора к каждому из нас. В своих произведениях он поднимает вопросы внутреннего кризиса человека, разрыва духовных и культурных традиций, ощущения собственной личности. Если мы руководствуемся инстинктом стадности, если мы прячемся и растворяемся в этой массе, ты утрачиваешь свое лицо, свое «я». Прежде чем отец Аркадий стал священником, ему пришлось пройти долгий и тернистый путь. Родился в Томске, студенческий научный город, где получил и среднее образование, и высшее техническое образование в политехническом институте. Кто вы по специальности? По специальности я инженер-электрик. В силу возрастной потребности на самоопределение своего «я» неизбежно приблизился к тематике духовной. Много лет будущий священник работал на машиностроительном заводе. В Томске Аркадий Лукьянов женился. Вроде все как у всех, но душа металась и не давала покоя. В 31 год я крестился, осмысленно и зрел. И в 33 года от роду мы со своей небольшой семьей перемещаемся к новому месту жительства в город Курск. Был замечен на одной из архиерейских праздничных служб во Всесвятском храме, ныне покойном Владыкой Юиналии, от которого последовало предложение о рукоположении. Россия мотыльковая и сенная, Россия матершинная и скверная, Всевухи вся болезненно опухшая, Безверная, потерянная, злющая. Ошибки, роковой источник знания, Истер былинные, высокие предания. Осталось небо ввысь и синева глубокая, Ты к Богу близкая и от Него далекая. Охвачен пламенем калины красный куст, Твой дом несчастный, без Бога будет пуст. Сибиряк Аркадий Лукьянов никогда не пожалел, что перебрался в край богатых православных традиций. Именно здесь он и понял, что стоит на правильном пути. Общение со священством, с маститом на священство, укрепило меня, потому как здесь сокращалось время, в конечном итоге, достижение цели. К чему ты двигался? Ты двигался к разрешению вопроса, кто я есть. Этот вопрос решается в Боге. Вот тебе и представляется возможность. Через благословение Владыки Ювенали поступил в Московское духовное семинарие в 2001 году. И в 2005 году я ее закончил. Первым местом служения батюшки была Белгородская епархия. Затем он служил в Кореневском районе. Там к отцу Аркадию потянулись люди. Их души жаждали духовного общения. Многие из них ничего не знали о православии, но неведомая сила тянула их души к общению. Священнику приходилось отвечать на тысячи вопросов. Рассказывать, что значит быть христианином и что такое спасение. Что полезного человек может получить от церковной жизни. Иногда такие беседы занимали несколько часов. Батюшка вместе с человеком переживал острые моменты. Некоторые из них ложились тяжелым грузом на душу и требовали выхода. Спасло творчество. Здесь, в содержании этой книги, это болевой жизненный срез нашей жизни. Включает в себе массу волнительных моментов, основоплагающих, тревожных, коренных моментов нашей жизни, касающихся каждого человека и народа в целом. Жизнь слишком коротка, чтоб силами сорить, И время так текуче в руках не удержать, Разумнее тепло души своей дарить, Чтоб в памяти людской вовек не умирать. В своих стихах он постоянно призывает к любви и добру, Но самое главное дает ответы на самые сложные жизненные вопросы. Эти строки приводят душу к тишине, умиротворению, Забываются повседневные суета, Уходят прочь сомнения, Появляются силы, А главное, отпадает все лишнее и ненужное. Человек будто очищается и открывается для общения с Богом. Всегда новое, всегда чистое, Просыпается солнце лучистое, Из-за краешки земли поднимается, И в прозрачных небесах отражается. Мрак ночной, мать родна всякой нечисти, Потесняется светом розовым. Облачка потекли струей свежести, Как фламинго на озере бронзовом. Мир под дудочку факира пробуждаемый, В изумлении хранит молчание. Акт незримой волей совершаемый, Земли с небом проводит венчание. Миг и взрыв гамма, Шквал благодарности, Море звуков и песен ликующих. Все живое исполнено радости, Утро ждущих, по свету тоскующих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok